Благодарность всевышнему, которая является основой всего, основой жизни, и не только это сейчас, это знают, это религиозный подход, да, благодарность всевышнему, вообще иудимы-то народы, это народ, который называется благодарящий, Леодот – это благодарить всевышнего, а сейчас уже доказала наука, современная психологическая наука, вот у меня есть книжечка, называется «The Little Book of Gratitude», это доктор Роберт Эммонс, он считается одним, вообще он считается лидером в изучении благодарности в мире среди ученых, и он прям говорит, что все уже доказано, передоказано, что... Gratitude, видите, Соня Любомирский, это «The How of Happiness», это «Позитивная психология», то есть уже доказано, что благодарить – это основа психологического здоровья, все, всем шалом, и сегодня у нас 99 урок, 98 урок в нашей книжке, и мы продолжаем разбирать молитву Шмунайсера, 18 благословений, и Амеда – это главная молитва, мы дошли до, как раз, дошли до 8 благословения, 8 благословения, оно как раз и называется «Полное исцеление», у тебя приболел, у меня болит очень горло, я сегодня поэтому буду говорить тише, но как раз в масть, вот я сегодня утром так с радостью думаю, сейчас разберусь, как же мне исцелиться, болит горло прям сильно-сильно, горло, вот там нос внутри, все, что это такое? Говорит Наврав Шалом Маруш, что когда мы молимся, вот это благословение 8, исцели нас, и мы исцелимся, спаси нас, и мы спасемся, такой текст, он имеет в виду исцеление души, здесь прежде всего имеется в виду исцеление души, поскольку от душевного нездоровья проистекают все остальные болезни. Оказывается, в науке это говорит психосоматика, что все болезни, которые есть у человека физические, да, они имеют духовную какую-то причину или связь, ну, то, что они влияют точно на психологическое состояние, понятно, а как психологическое состояние влияет на духовное, это только недавно выяснили через эту психосоматику. А царь Соломон, он говорил, что если у человека падает дух, так кто его понесет, то есть нет силы организма сопротивляться болезням, если у человека падает дух. Что за дух? Дух это намерение, намерение это то, что вот человека двигает, да, по жизни, желание, намерение. Если у человека исчезает вот это желание и намерение, то у него падает сила организма. Теперь он говорит нам, а какая главная душевная болезнь, из которой проистекают все остальные душевные болезни? Он говорит, конечно, конечно же мы знаем, главная болезнь души это склонность к унынию и нытью, это главная болезнь душевная. Когда человек начинает ныть или унывать, унылый такой он становится, то у него в этот момент, то есть вот обычный человек, он говорит, а я что, я же реагирую только на ситуацию. Вот я, значит, что я унылый, потому что жизнь у меня унылая, да, говорит обычный человек. А что я веселый, пускай меня жизнь развеселит, да? А он говорит нам, нет, вообще Тора нам говорит, нет, все это выбор. У тебя есть свобода выбора и ты, значит, решаешь. Ты хочешь быть унылый и унывать или ты хочешь быть позитивным и не унывать. Ты хочешь видеть полупустой стакан и можешь видеть полуполный. Можешь благодарить Всевышнего и наполняться радостью, можешь быть недовольным и наполняться неудовольствием. То есть он говорит, все выбор. И когда мы молимся в молитве о меда, мы доходим до восьмого благословения, он говорит, нужно иметь намерение, в первую очередь, излечиться от этой болезни. И именно об излечении от этого качества мы просим, умоляя Всевышнего, исцелить нас от неблагодарности, гордыни, дурной склонности роптать и жаловаться. И тогда к человеку придет и физическое здоровье. Поэтому мы повторяем в этой же молитве, в этом благословении, спаси нас и мы спасемся. Вот так мы говорим, да? Потому что если мы перестанем ныть, а будем благодарить, так мы спасемся от всех болезней, от всех болезней. Вот я стараюсь прямо не... Спасибо Всевышнему за горло, что болит за нос. Но, опять же, может быть, не так надо. Вот лоб не болит, например. И щеки не болят. Ух, уши не болят, слава Богу, да? Спасибо Всевышнему. А горло то, что болит, наверное, это к лучшему. Не, наверное, это точно к лучшему. Это я должен верить, что это к лучшему, что это какая-то из действия. Для меня какое-то очень важное будет открытие. Вот. И, значит, когда мы просим в этом благословении, нужно, прежде всего, просить о излечении от душевной болезни, которая называется неблагодарность. И если, когда мы от нее спасемся, то тогда никаких болезней больше не будет. Это восьмое благословение в молитве, восемнадцать благословений. Дальше, девятое идет после здоровья. Что мы просим? Да, вот давайте вспомним еще раз. Первая просьба идет о уме. Мы просим, дай нам хохма, беда, даат, дай нам божественную мудрость. То есть, чтобы мы знали, что такое добро, что такое зло, чтобы мы знали вообще, как это все работает. Это хохма. Беда, это сообразительность, чтобы мы делали правильные причинно-следственные связи и выводы. Дат, чтобы было познание. Вот у человека же картина мира внутри, она все время рассыпается, как калейдоскоп. То-то, то все, то здесь какое-то событие, то там, то на одно среагировал, то другое, то это захотел, то то захотел. То тебя позвали, то ты позвонили, то, в общем, у человека полный калейдоскоп. Вот картина мира, в которой человек находится, да, это дат его, его познание. Вот то, как он воспринимает себя и мир, это дат. И мы Всевышнего просим, первая просьба в молитве 18 благословений, после трех первых благословений прославления Всевышнего, мы вспоминаем, кто он, кто я, какая наша связь, это как такое обращение к царю. Потом идет просьба, дай мне мудрости, своей мудрости. То есть мы просим, чтобы Всевышний нам от своей мудрости, которую он сотворил мир, чтобы нам он уделил. Следующая идет просьба, после того, я просто напоминаю, да, чтобы мы вспомнили, после мудрости мы попросили, потом мы просим совершить полное раскаяние. После мудрости, да. После того, как мы попросили совершить полное раскаяние, вернуться к нему, то есть перестать делать неправильные вещи, потом мы просим его простить нас. После этого мы просим его полное исцеление. А вернуть к Тори еще мы просим. Значит, мы просим еще вернуть к Тори, а потом, потом уже верни нас к Тори мы просим, потом мы просим о прощении и искуплении, и потом мы просим, чтобы он взглянул на нашем мути, заступился за нас, послал скорое избавление, И после этого мы просим о здоровье. Все, попросили о здоровье. Это восьмое, девятое. Мы просим о чем? О заработке. О благополучии. Значит, девятое благословение начинается так. Благослови этот год нам во благо, насыть нас добротой Твоею. То есть мы просим Всевышнего насытить нас своим благом. И тут он идет в такую очень глубокую вещь, что вот после еды есть такое благословение Беркат Амазон, что мы будем есть и насыщаться и благословлять Бога. Так бывает, что человек ест, и он не насыщается. Ему все время мало, он все время плохо себя чувствует. Ему надо еще, еще, еще. У него уже ожирение, а он все есть. То есть он ненасытный. Бывает, что человек съедает маленький кусочек какой-то еды, и он сытый. И он сытый, и ему больше не надо. У него есть инердия, он сытый и так далее. И мы просим не просто, чтобы он нам дал еду, а мы просим, чтобы дал нам пищу, и чтобы мы насытились. И насытились его добротой. А как можно насытиться его добротой? Вот человек, например, пришел в какое-то кафе. Ему дали еду. Один человек скажет, ну это невкусно. Вот я был там в ресторане. Вот там вкусно, здесь вообще невкусно. Другой скажет, эх, говорит, кушай эту еду в кафе. Я вспоминаю, как я был на картошке в ладере, как мы эту картошку полусырой ели и были счастливы. По сравнению с той картошкой, это сейчас еда, это вообще царская трагедия. Спасибо Всевышнему, что есть у меня сейчас такая еда. То есть отношение к еде, оно тоже зависит от того, что или ты с благодарностью, или ты не с благодарностью. И мы просим у Всевышнего, чтобы он нам благословил год, насытил нас добротой своей, и дал нам возможность насыщаться, причем насыщаться его добротой, которая есть в еде, и получать жизненные силы из искр божественности, содержащейся в пище, из священных букв, из которых она состоит. То есть мы-то видим просто еду, а по факту-то это как формула такая, да. То есть мне когда-то слышал такую интересную вещь, что человек состоит из таких как программных кодов, да. Ну, как вот, например, картинка моя сейчас, она где-то внутри, на каком-то уровне состоит, из ноликов и единичек, которые, проходя через какие-то формулы, которые написали программисты, запрограммировав программу, там кто-то в Ютьюбе, кто-то в Фейсбуке, кто-то в Телеграме, то вот эти ноли, те единички, пролетая сквозь программу, вообще не знаю, с чего она состоит, программисты пишут на каких-то языках, а оп, и превратилась в картинку, которую вы сейчас воспринимаете. Так вот, но внутри-то этой картинки, если вдуматься, ноли, те единички, и какие-то программные коды. Так в Яблоке то же самое. Яблоко это тоже, мы смотрим на него, как на яблоко, и мы его съедаем. А по факту это яблоко состоит из какой-то такой программного кода. И он здесь говорит, что те люди, которые знают вот эту вот кабалу, там, духовность, как это все работает, то мы здесь просим, чтобы мы насыщались от божественности, которая у кого-то усваивается, у кого-то не усваивается. И поэтому говорят, что, кстати, интересно сейчас, вот вчера у наших друзей у одних, их отец, который приехал из Украины, он такой всю жизнь был, такой, как сказать, материалист, коммунист, там, не знаю, во что он верил, но он категорически, уже у него вся семья религиозная, он даже категорически не хотел слышать про обрезание, про там, ну, вообще про религию, вообще ничего. Но в Украине, он жил в Киеве, этот папа, ему сейчас 83 года, дай бог ему здоровья, он в очень хорошей форме физической. И он приехал в Израиль, пожил уже в Израиле где-то месяца 4. А здесь хочешь, не хочешь, а еда кошерная, то есть еда вся кошерная, у него есть кошерное мясо, которое, ну, по-правильному убито, из него нету крови, там, оно кошерное и так далее. Кошерную еду есть, вокруг одни кошерные, живет в Иерусалиме. В общем, вчера он уже созрел, мы сделали вчера обрезание, он вступил в союз с Богом, 83 года, слышать не хотел. То есть это был такой последний из Мадикан. И действительно, в еде есть, еда становится человеком. И внутри вот эти вот программные кода, они встраиваются в кровь, не, вначале в желудке, они расщепляются, потом они всасываются в кровь, и в крови написано душа, животное душа человека, его программный код, он находится в крови. Поэтому евреям категорически запрещено употреблять кровь. Вот это то, что говорят, там, что пьют кровь, там, младенцев, категорически. Самое вообще запрещенное, что только есть, это пить кровь, какую-то любую кровь. Почему? Прямо в Торе написано, в крови есть душа, и поэтому нельзя пить кровь, потому что ты как бы, да, ее пьешь, это как бы программный код, который в тебя входит и соединяется с тобой. Поэтому это было запрещено даже 7 заповедей для сыновей Ноаха, для всего человечества. Там запрещено, прям есть такой запрет, очень странный, среди 7 заповедей. Есть часть от живого животного, есть Эвер Минахай, то есть есть часть, включая кровь, это часть от живого животного. Но если мы посмотрим на вот эти все идолопоклонников обычаи, то они что делали? Они вспарывали животным, там, даже те же якуты, там, и так далее. Они пьют оленю кровь, там, они, когда свиней забивали, в Европе тоже они эту свиную кровь пили. То есть они наоборот старались, там, индейцы, например, да, они убили какого-нибудь орла, значит, съели его глаза, специально, чтобы видеть, как орел, там, ну и так далее. То есть мы просим у Всевышнего, чтобы он благословил год, нам во благо, насытил нас добротой своей, через еду, чтобы мы через еду воспринимали доброту. Вот, еврейский народ сравнивается как овечка. Да, овечки, они такие добрые. Почему овечки добрые? Они едят травку. Вот мы как бы просим у Всевышнего, дай нам травку, но чтобы мы от травки были такие же, как овечки, плодоносные. Овцы дают, и шерсть они дают, и молоко там они дают, и все. То есть быть плодоносными, но при этом быть добрыми. Десятое благословение. Десятое благословение, это собрание изгнанников. Значит, мы просим Всевышнего в десятом благословении молитвы, в восемнадцатом благословении протрубить большой шафар, возвещая свободу нашу. То есть здесь идет целая, как бы, шафар. Шафар это бараний рог. Откуда бараний рог? Значит, это баран, которого Авраам принес в жертву вместо своего сына Ицкака, которого он готов был принести в жертву Всевышнему. Там с этим связана целая, целая огромная система в мироздании с этим бараним рогом. В Роша Шана трубят, это заповедь, слушая трубление в шафар. А мы просим Всевышнего, чтобы он протрубил в большой шафар. То есть, когда было дарование Торы, звучал звук вот такие, как шафары. И когда придет уже окончательное избавление, когда мир перейдет на следующий уровень, тоже будет звук вот такой вот, как шафар. Да. И вот мы просим, чтобы быстрее это наступило. И следующее, одиннадцатое благословение, вот сегодня мы на нем закончим. Это о том, чтобы вернули нам праведников. Поставь над нами судей, наставников, как в былые времена, чтобы народом руководили праведники. Это мы просим в одиннадцатом благословении. Наставник, как в былые времена, и тогда развей нашу скорбь и печаль. И стан ты один нашим царем, и так далее. Это мы просим. Значит, смотрите, что получается. Вот среди семи заповедей для всего человечества, для сынов Ноха, когда Ной после потопа высадился на землю, то он получил от Всевышнего семь заповедей. И там была первая заповедь, это делать справедливый суд. То есть, человечество может стоять, как бы, чтобы было честно, справедливо, чтобы были законы, которые одинаковые для всем. Должна быть справедливость. И на вот этой честности, справедливости, истинности, может быть построено общество. Как только это нарушается внутри общества, так же сразу же начинаются войны. Как только внутри общества начинают притеснять слабых. А везде, где справедливость нарушается, она в первую очередь нарушается теми, у кого есть деньги. То есть, если у меня есть деньги, я могу заплатить за то, что, как было в Украине, там депутат один, он охотился на людей. Его арестовали, посадили. Значит, сбивали там сколько раз депутаты, всякие эти, сбивали там, делали аварии, и ничего им за это не было. То есть, как только власть имущие начинают этим пользоваться, и нарушается справедливость суда, Всевышний восстанавливает эту справедливость через войны. То есть, так получается. Вы не хотите жить честно внутри, значит, приходит как бы то, что внутри у человека, сейчас мы вернулись опять к психосоматике, любого нарушения во внутреннем мире человека, нытье, недовольство. Что такое нытье, недовольство или гнев? Это неприятие какой-то ситуации и неприятие воли Всевышнего, потому что реальность-то это Всевышний. Как только человек внутри, у него начинается вот этот вот дисбаланс, разлад с собой, если люди на себя гневаются, потому что что-то не нравится, им не нравится мир, им не нравится отношение, им не нравится то, не нравится это, как только им все это не нравится, тут же начинает это все влиять на их же здоровье. Поэтому благодарность, когда мне все нравится, спасибо Всевышнему, все хорошо, оно тут же влияет позитивно на здоровье. В общем, одиннадцатое мы просим, чтобы вернулся справедливый суд на землю, двенадцатое благословение мы просим, чтобы исчезли неверующие в Бога. Двенадцатое благословение лиши надежды вероотступников, еретики, неверующие, просто неблагодарные. Поскольку они не видят благ и милости, совершаемых для них Всевышним ежесекундно, Он им дает жизнь, Он изливает на них благо, даже когда они не исполняют волю Его. И мы просим, чтобы они исчезли, потому что они, те, кому Бог дает, а они неблагодарные, в итоге они разрушают мир. И поэтому мы просим, чтобы они исчезли. Они исчезли, и тогда останутся только благодарные, которые признают Бога. И это очень просто, пишет Он. Всевышний дал тебе жизнь, поддерживает тебя, дает тебе благо. А ты отрицаешь Его благо, таким образом вообще отрицаешь Его бытие, что Он есть. Тогда ты сам разрушаешь свое право на существование. Вот, это то, что мы дошли уже до 12 благословений мы разобрали. Воскресенье с Божьей помощью разберем 13 и так далее. Все, значит, с этой книгой мы сегодня хорошо позанимались. Давайте подведем итог, что тот, кто уже будет молиться 18 благословений, то он уже знает, с каким намерением каждое из благословений произносить. То есть, здесь Он нам дал как глубину. Вообще, молиться, вы же знаете уже, что есть 4 уровня в понимании Торы. 4 уровня. Есть простой смысл слов, есть намек, есть то, что зашифровано, есть тайный смысл. То есть, в этой реальности она очень, есть люди глубокие, они видят в глубину, есть люди поверхностные, видят поверхностно. То есть, это касается и отношений, и всего. То есть, мы сейчас изучали такой достаточно глубокий уровень понимания молитвы 18 благословений. И практический урок, который нам сегодня дает Равзелик Плистин в книге «Хэппинес», он называется «Smile at Mirrors». «Smile at Mirrors» «Улыбайся зеркалам». Очень практический урок, простой, понятный. «Улыбайся зеркалам». Значит, он предлагает нам «Develop a loving friendship with mirrors». Чтобы мы развили в себе, да, «Develop», развили любовную дружбу с зеркалами. И каждый раз, когда он нам предлагает, когда ты смотришь в зеркало, нужно улыбнуться. Улыбнуться зеркалу в полную силу, как только ты можешь, максимальная улыбка. И он говорит, «И я вам гарантирую, что зеркало улыбнется вам в ответ». Он говорит, «Это точно». И когда вы будете улыбаться зеркалам, и зеркало всегда будет улыбаться вам в ответ, вы поймете, что people are a bit like mirrors, что люди, они немного, как зеркала. Люди-то, они немного, как зеркала. и они, они, есть у них такая склонность to reflect, как бы отражать энергию, которую вы посылаете им. Если вы посылаете им искреннюю любовь, то тогда вы можете рассчитывать на ответ. Он говорит, «Конечно, зеркало, оно вам всегда ответит, обязательно ответит так, как вы к нему улыбнулись. Но люди, у них же есть свобода выбора. И поэтому он может в этот момент не заметить. А может вам улыбнется человек, которому вы не улыбнулись. Тоже такое бывает. То есть люди, они не зеркала. Но, когда вы привыкаете каждый раз, видя зеркало, улыбаться, хотя бы, вы-то по большому счету себе улыбаетесь, и вы получаете обратно улыбку, вы привыкнете, вы перестроите свой мозг на то, чтобы быть проактивным. Проактивным, не быть реактивным, потому что быть марионеткой в настроениях других людей, это не очень тоже хорошая вещь. Там улыбнулся тебе кто-то, ты улыбаешься, не улыбнулся, не улыбаешься. А надо быть проактивным. Да, вот вспомнил Дмитрия Платуха, это отрывок из Мишлей, как человек смотрит в воду, видит свое отражение, так сердце отражает твое к нему отношение. Вот здесь об этом. Но он говорит тут такую вещь, что мускулы лица, когда ты посылаешь, когда ты улыбаешься, они каким-то образом так устроены, что больше кислорода идет в мозг. И твой мозг, он очень радуется этому и дает тебе wonderful feeling. Он тебе дает чудесные ощущения. Some brains have ever become addicted to smiling. И он говорит, некоторые мозги, они становятся прямо addicted, зависимыми от улыбок. Maybe yours will. И может быть, если ты будешь хорошо тренироваться и улыбаться, твой ум тоже станет зависимым от этого. Это лучшая зависимость от улыбок, от своих улыбок. Хорошо, друзья, всем шаббат шалом, чтобы была брахова от слаха, благословения и успех, и чтобы была благодарность, благодарность, благодарность Всевышнему, который нам, действительно, он дает каждому из нас то, что в данный момент будет каждому из нас хорошо по его мнению. Поэтому самое лучшее это принимать с благодарностью, с радостью, хотеть, просить, куда-то двигать мир. Мы всегда право, мы это учили уже, очень хороший был важный урок, что мы можем просить у Всевышнего все, что нам угодно, но только после благодарности. И в отношениях то же самое. То есть мы можем друг у друга в отношениях тоже что-то просить, но когда мы базируем просьбу на том, что я тебе благодарен на все отлично, и я тебе хотел бы еще что-то, то больше шансов, чем когда мы друг друга обвиняем, нападаем и говорим какие-то вещи. Все, дорогие друзья, всем шаббат шалом, чтобы был шалом внутри, шалом в семье, шалом в мире наступит с Божьей помощью прямо в шаббат или после шаббата. И чтобы психосоматика она началась с того, что мы будем все время улыбаться, радоваться и уйдут все болезни, все плохие самочувствия и наполнимся позитивной энергией, радости, будем проводниками добра Всевышнего. Все, всем удачи, успехов, шаббат шалом, спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok